В набережных Челнах за прошедшую неделю диагноз COVID-19 был подтвержден у 180 челнинцев, это на 7 случаев меньше. Всего с начала пандемии в Челнах зарегистрировано 16 292 заболевших. В настоящее время в городе продолжает работать один провизорный госпиталь, инфекционная больница. Уровень обращения остается на стабильных значениях. Несмотря на то, что обязательная вакцинация утратила свою силу, в городе продолжается ревакцинация населения. Всего в город поступило 311 415 доз вакцин. Первым компонентом провакцинировано 292 654 человека, вторым компонентом 226 974 человека. Вакцинация организована во всех поликлиниках города и в торговом центре Америки. Также продолжается работа выездных мобильных бригад для вакцинации или вакцинации на предприятиях и организации города. В набережных Челнах продолжается контроль за соблюдением антиковидных мер на предприятиях и в образовательных учреждениях. Были проведены 4 проверки детских садов, 2 школ. В детских садах нарушения не выявлено. В 17 школе не проводится дезинфекция посуды после каждого приема пищи. Должностные лица привлечены к административной ответственности по статье 6.7. Часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И в 19 школе были выявлены лабораторно подтвержденные случаи неудовлетворительные дезинфекционные средства. Также должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 6.7. Часть 1 Работа продолжается и с привывшими из-за рубежа гражданами. Так, на прошедшей неделе протоколы составили на 7 челницев за несвоевременные, неполные или невнесенные данные в госуслуги. Троих жителей уже привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 7,5 тысяч рублей.